Шатрик Африя Сергеевич, директор Московской областной общественной организации, спортина Патриотической областной организации. Дмитрий Сергеевич, мы не случайно встречались в историческом парке. Я всем всегда говорю в интервью, что все, что у меня сейчас есть, это выбор моей матери. У нас многодетная семья, отца не было, отец не участвовал в воспитании, и я был самый старший. Я всем всегда говорю в интервью, что все, что у меня сейчас есть, это выбор моей матери. У нас многодетная семья, отца не было. У нас многодетная семья, отца не было. Председатель активно-патриотического клуба Яра Кул, ветераном подразделения антитеррора Альфа, Илья Сергеевича Шалькова. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Я буду краток. Болился я два года назад, прослужил в подразделении, создал свое спортивно-патриотическое движение. Мы находимся в Красногорске, в Московской области. Из года в год стабилизировали программу, и вот на данный момент у нас получается таким образом. Основная лозунг нашего клуба – да, если ты сможешь победить себя в ринге или на борцовском ковре, то все остальное тебе будет нипочем. Поэтому на первом месте у нас стоит воспитание каких-то моральных принципов, ценностей, а потом обучение, становление деланное чемпионом мира. То есть мы даем понять, что через единоборство человек может добиться всего. Или, образно говоря, воспитание через единоборство. Основная программа ложится у нас на детей до 16 лет включительно, они вообще в клуб поступают. Хотя мы имеем статус общественной организации, мы не государственная организация, это сугубо лично моя инициатива была. То есть они сдают гимн России, гимн Ярополка, а еще с 10 до 16 лет дополнительно сдают хронологическую таблицу истории современной России. Вот я специально ввел такой вопрос, наверное, три года назад. Они все знают, когда Хрюшов в свое время дал там Крым в состав Украинской ССР. То есть такие вещи, то есть сугубо 20-й век в основном. Вот, они поступают там. Два раза в год у них сдача зачетов по физо, это техника рук-ног борьбы, вообще физические упражнения. В конце каждой четверти я даю столько, наверное, получается, наверное, да, непосредственно я это все проверяю. У них проверяется дневник, там, тройки, двойки, вынос мозга колоссальный, вот, 350 человек, каждую четверть они вот, так сказать, проходят. И также сдают устный материал по истории современной России. Мы в основном берем первую четверть, это народ России, вероисповедание. Последняя четверть это Великой Отечественной Наре, разбираем какой-нибудь подвиг. А вторая, третья четверть это то, что нужно им для жизни. То компьютеры создал, то вертолеты и все в этом духе. То есть задача, знаете, я извиняюсь за жарбот, не воспитать отбитых спортсменов. Вот, каждое воскресенье мы выезжаем в Сайно-Старожевский монастырь, у нас есть, в купель. У нас преимущественно все воспитанники клуба, они закаленные. Вот, у нас даже мусульмане выезжают, они в кризисы накупаются. К тому же мы два раза в год делаем массовые акции «Быть здоровым», это мод, это массовое обливание в цветах российского флага. Ярара у нас расшифровывается как свет, полк народа, поэтому название нашего движения мы подразумеваем как светлый народ. Приезжает медик, показывает оказание медицинской помощи, приезжает историк, читает лекции по истории единоборств, чтобы они знали, откуда какое единоборство началось. Довоенная подготовка действующими сотрудниками Альфа происходит. У нас есть своя музыкальная группа, мы в стиле хип-хоп поем про спорт, патриотизм и здоровый жизни во многих регионах. Спели вот в 16-м году, должны были спеть у вас на марафоне международном, нас в Министерство спорта приглашало, но по техническим соображениям, потому что рейс заменили, мы не получились прилететь. Делаем очень много массовых зрелищных мероприятий на территории округа. Это профессиональные турниры, детские турниры. То есть я со своей командой сделаю... Понимаете, моя точка зрения, к патриотизму можно говорить, мы не вбиваем, что ты должен быть патриотом, любить свою страну. Есть определенные вещи, которые они обязаны делать. Это значит зачетом. Что-то еще. А за счет этого у них уже формируется свое. То есть вдалбливается и говорит, что что-то не надо делать, я это не делаю. Потому что есть хорошие пословицы. Запретный поток всегда сладок. Если ты будешь говорить... Илья Сергеевич Шарликов, это также ветеран Альфа, на срочный момент общественные деятели, руководители клуба Единоморской, Яра Волки. Спасибо.